Есть место недалеко от Дмитрова, куда смело можно было бы возить туристов со всего мира. В селе Подьячево еще стоит уникальная усадьба Никольская Абальянинова. Сегодня мало кто знает, что за люди жили в Абальяниновской усадьбе, каким огромным авторитетом они пользовались у жителей Дмитровского уезда, как дворян, так и у разночинцев и крестьян. С последними дореволюционными владельцами этого имения был дружен Лев Николаевич Толстой. Сюда, в Дмитровский уезд, он любил приезжать, чтобы отдохнуть от шумных посетителей Ясной Поляны. Здесь он писал смерть Ивана Ильича, Хаджима Мурата, работал над романом «Воскресенье». К Абальяниновым Алсуфьевым приезжал великий русский химик Дмитрий Менделеев. Он, как и хозяин имения, генерал-лейтенант Адам Васильевич Алсуфьев, увлекался астрономией. То, что в более-менее хорошем состоянии дошло, но это тоже сложно назвать хорошим состоянием, дошло до сегодняшнего дня. Это главный дом усадьбы и два флигеля, которые когда-то были жилыми. Почему они сохранились? Потому что в советские годы здесь была школа среднеобщеобразовательная. Кстати, мои родители учились здесь. Моя мама, дядя и тетя, они выросли, они помнят очень хорошо, как здесь все было. Поэтому это дошло до нас, а все остальное находится в практически руинированном состоянии. Сегодня, несмотря на статус памятника культурного наследия федерального значения, ситуация с состоянием дворянской усадьбы Алсуфьев и Хабалининовых является критической. Если не предпринять срочных шагов для защиты главного дома усадьбы от разрушения и протечек крыши, восстанавливать будет попросту нечего. Если не предпринять срочных шагов по сохранению ландшафтного парка, то один из лучших образцов садово-паркового искусства 18 века в России превратится в заросший сорняками лес, а усадебные пруды станут болотом. В 90-е годы, насколько нам известно, я взял в аренду Кирсана Люмжинов, и здесь постоянно находилась сторожа, охрана, охраняли ее, даже флигеля. Вот этот флигель, левый и правый, пытались реставрировать, но в 99-м году произошел здесь взрыв, загорелся правый флигель, тут баллоны с газом, насколько я знаю, были, произошел взрыв, и все, сгорело, и на этом закончилось. В 2017 году инициативная группа жителей объединилась с целью сохранения уникального памятника, который находится в гибнущем состоянии. Вокруг проекта возникло общественное движение, состоящее из неравнодушных односельчан, соседей и гостей села Подьячево. Проект объединяет людей общей идеей сохранить историю русского села XVIII века, вдохнуть новую жизнь в поселок через создание новых смыслов, культурных событий, фестивалей и туристической инфраструктуры на территории федерального памятника. Любой инвестор, который вкладывает деньги в подобные проекты, он заинтересован в том, чтобы эти деньги максимально быстро окупились. И, конечно, инвестор, который вложит в стоимость этого объекта порядка миллиарда рублей, восстановление его полностью, он будет заинтересован максимально быстро окупить свои вложения. И мы видим много примеров в Московской области, когда подобные объекты просто закрываются от доступа населения. И этот сценарий для нас не приемлен, потому что усадьба очень сильно интегрирована в село, люди привыкли пользоваться инфраструктурой, парком, дети летом купаются, люди отдыхают в парке. Поэтому этот сценарий не приемлем для нас. Инициативная группа родителей о судьбе дворянской усадьбы в Подьячево разработала концепцию возрождения уникального исторического комплекса. Но сегодня стропила кровли главного здания усадьбы из-за протечек прогнили вот-вот обрушится из-за нагрузки снега. С каждым днем вероятность того, что здание достоит до реставрации, уменьшается. Главной и минимальной задачей сегодняшнего дня активисты видят возможность консервирования здания и проведения минимальных противоаварийных работ до момента нахождения средств на реставрацию этого потенциально красивейшего историко-культурного объекта.